Алло. Ну что, Сергей, слышно? Игнать, тихо, сейчас, да, нормально. Я звонил сейчас в Израиль, с парнем с одним проговорил, ну, у меня там с ним дело общее. Вот, и у него связь, так, слава Богу, восстановилась. Ну, нормально сейчас. Я говорил, что у меня нормально. Что-то вас-то не видно, у вас что там, глазка нету? Не видно, да? Нет, не видно. А сейчас я посмотрю, как же так. Мое-то отобразилось, видно. Сейчас я не вспомню, куда. Сейчас я проверю в настройках. Теперь в настройках, в настройках. Я сейчас разговариваю с человеком, все нормально, он меня видит. У вас кто-то там есть рядом, кто помогает-то? Да мне не нужно, я сам тут все настраиваю. У меня матушка там, она, я забыл, если... Ну, я особо не забыл, потому что я не хочу беспокоить. Тебе разговаривать не трудно это? Не, нормально, нормально. Ладно тогда. Иван Тихич, я, может быть, это самое, может быть, у вас с видео, чёрт. У меня всё работает нормально. Ну, не знаю даже, что. Если я нажму, где-то тут плохо вижу, то не погаснет ли она опять? Да, вот есть изображение видеокамеры, такое изображение, вот на него, может быть, надо нажать. Ну, я сейчас нажму тут принять слово. Нет, нет. Ну, принять надо нажать. Сейчас. Вам слышно? Я слышу, да, но изображение пропало. А вот сейчас видно, нет? Сейчас пока не вижу. А вот я вас увидел. Вот, ну вот сейчас, видимо, настройка идёт. А вот смотрите, там внизу камера такая нарисован, значок. Я вижу, вижу. Включить видеозапись. Я сейчас, наверное, нажму. Вот, всё, теперь отлично. Молодец. Подучает лежит. Ой. Да ну, а как? А как по-другому? Я стараюсь, я же уже один из кейт, это самое, в состояниях такого. Мне уже, как говорится, я уже освоился. И у меня жизнь, она, я уже забыл про ту жизнь, какая она там, та жизнь, без боли, без всего. Ладно, давай-ка мы по делу поговорим. Какие у тебя вопросы? Чем я могу быть для тебя полезен? Так я вот о чём? Мы начали как-то разговор. Вот сейчас, во втором фильме, вот с мусульманкой, с этой, да? Да. Забыл, как её зовут, вот подняли. Самира. Да, Самира. Это по-русски с арабского дощает собеседница. Ну, она, она мусульманка, или она какая-то мешанок, наверное, да? Это мусульманка, сто процентов, азербайджанка. У меня есть азербайджанка тоже, да. Ну, она прям как-то не по-русски говорит хорошо, и это самое, похоже на славянское такое у неё внешность. Она арабский знает, по-русски хорошо говорит, и по-турецки. Ну, всё равно, она изучает, коран-то изучает, да? Да, она преподает коран, не просто изучает. Она теологический факультет вела в университете, но она очень склонна к православию, и своих студенток стала водить в монастырь православный. По псалтыре молиться, это вообще вещь неслыханная. Ну, её-то мы мамы-то эти зажали. Она преподает только в школе сейчас, коран преподает. А родители детей говорят, на это реагируют. Нормально, это не в один день. Пшеница, говорит, не в один день возрастает. Мы с ней, когда были в Баку, вот мы сейчас съездили на машине-то, ну, идём дорогой. Ну, на память фотографируемся, и я спрашиваю, чтобы я ничего не нарушил ваши правила-то. Там строго смотрят. Я на сиденье сидим в автобусе, я говорю, другим дал, моим фотоаппаратом, сфотографируйте. Я говорю, может? Она говорит, да не надо даже спрашивать, сфотографируйте. Она говорит, вот идём дорогой. Я говорю, давай дадим он тем тёткам, пусть сфотографирует, что. А мы идём на ходу, чтобы, такая подвижная как бы фотография-то. А они её спрашивают, это что, ваш муж? Она говорит, нет, от тобой учитель и отец приехал. А они спрашивают, эти тётки, да ты что, православная что ли? Она говорит, да, я уже православная. Как они на неё загалдели? Да разве можно менять веру своих отцов? А она такая смеётся, говорит, пошли в православный храм. И повела меня в православный храм. Так что её трогать не надо, там Бог работает. Ну там, я не знаю, насколько работает, я, конечно, не общался с ней, но, в принципе, нельзя сказать, что там. Ну я не буду, в общем, ничего говорить. Ольга Васильевна, Сергей, тебе как-то запомнишь, что скажу? На нашем форуме, ты на форум-то заходишь? Ну конечно. И там заряди поисковик, знаешь где? Строчка, которая ниже храма, там храм Христа Спасителя, с правой стороны написано «Общий поиск». В «Общий поиск» заряди два слова «Переписка с мусульманкой». У нас давнейшая переписка уже. И там вся переписка. Тебе будет очень полезно это прочитать. Знаете, я вот тоже общаюсь с мусульманами, но нет у них стержня, вот это, понимаете, как нет вот памяти смертной. А ну у нас-то, ну православных, и у кого-то не найдешь вот этой памяти смертной, никто о смерти не думать и говорить никто не хочет. Вот. Вот о чем я вот хочу вот, чтобы вычеркнули, что мало сейчас у нас, как говорится, духовенств, и вообще поднимаются вопросы. Не хотят говорить, не говорите, жизнь у тебя личная никто не хочет говорить почему-то. А вы там видели ролик, когда в доме мы с мулой беседуем там? Нет, туда еще не дошел. Да как не дошел? Да-то оно здесь же, на Mail.ru. Тут же все. И это же вот там в интернете, там где наша миссия, посмотрите, это на первой странице, на форуме. И там у них в доме мы беседуем. Я очень хорошо знаю, много смотрел Данила Сысоева, вот Олег Стенеев, где беседует. У меня совершенно другой подход. Я избираю тему. Для меня разницы нет, это буддист, баптист или кто-то. Но я главную мысль имею только, что знает ли человек этот о Христе. Вот теперь для него какой главный стих из Святой Библии взять? Для них я взял Римлянам 6.23, где-то бы пометочку вам сделать. Это главный стих, который я начал им разъяснять. По порядку считаем. Возмездие за грех смерть. Это там все в видео записано, в видео, не только фотографии. Я спрашиваю, вы как считаете, правильно или неправильно? А у них две Библии полных лежит, тут же на буфете православных. Коран и тут же Талмуд. Она очень грамотная. Он на шести языках разговаривает, мула. Он моложавый такой, грузин. Ну и договорились и признали, что речь идет не о телесной смерти. Потому что в день, в который вкусишь смертью, умрешь. Адаму было сказано, но он не умер. Он еще 900 лет живет с лишним. Да как о какой смерти? О духовной. Мы здесь нашли общую платформу. Теперь кто избавит от смерти? А дальше, а это предложение-то не кончилось. Римлянам 6 глава 23 стих говорит, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Мы начинаем говорить, они, ну вот если добро делать, раздавать имение, я говорю, смертники, смертник в смертной камере. В приговор ему никто не отменит. Хоть он все отдай. Ну сидит там Геббельс, Геринг, арестованная. Были бы, если бы они себя не убили. Ну сказали, у нас много золота, шедевра, янтарная комната, мы отдадим. Ну кто их выпустит, а когда они уже приговоренные? Это весь род человеческий. Я подхожу к тому, чтобы создать авторитет Слова Божьей Библии. Вот это наиглавнейшее, что нужно. Ну я сижу в камере, арестованный. Это второй арест у меня был в 86 году, я сидел за проповедь, за распространение Евангелия. И вот беседуем, а нас отделили. Один во главе директоров шел, первый секретарий, там это называется запаровоза. Это громадный такой процесс был. А второй, это преподаватель второй группы космонавтов. Нас называли камерой академиков. Я говорю, да мало ли что там написано, бумага все стерпит. Я промолчал, опять уткнулся в молитву. Я каждый день молился где-то по часу, по полтора, пять раз в день. Помолился, а их уже задевает, начинает спрашивать. А вечером с 8 до 10 я веду занятия по Слову Божию. Дальше проходим. Проходит два дня, а они меня уже спрашивают. Ну а что там у вас про это написано? Вот теперь я уже начинаю по полной программе выдавать им, работать. Что это не я говорю, это Дух Святой сказал. У него нет основания. Теперь, когда я ему ответил на те вопросы, а один потом посадили в камеру с милиционерами, он там жену убил. Ну он такие вопросы майор этот задает. Вот, ну а как бы вот вы тут поступили? Я говорю, вот так. Называю место писания, это у Клисиаса сказано. Он лежит долго, думает, ходит, потом опять. А вот если это так, я говорю, Псалом 53-й говорит вот так-то, стих такой-то. Мне Бог дал память, я ему цитирую. Он посидит, головой покрутит. Да здорово у вас придумано. Вас ни с какой стороны нельзя взять. А как же ты возьмешь-то? Я ограду имею. Вот в чем дело. Как беседовать? Создать первоначально авторитет Слова Божия. Создать авторитет, опять же, создать авторитет того, кто готов принять это Слово. А кто принять это Слово, как говорится, кто готов. Ничего, ничего. Но постепенно это делается, не в раз. Да, нет, я вот сейчас вот к чему тоже. Вот все больше приходят люди, стараются приближать, как-то говорить, то есть о смертном части, о встрече с Господом, то есть о том, что придется принесем в голову. Вот люди даже православные и глубоко верующие, но не хотят никак, они думают, даже говорить об этом части, вот, смертном. Я сейчас прошу вас, лично вас, вот когда у вас авария случилась, у вас речь была отнята или вы ее сохранили? Или потом постепенно уже стали восстанавливать? Дело в том, что это тоже чудо Божие, и, как говорится, мозг, способен без кислорода, всего находиться 5 минут. Ну-ка, повторите еще раз, а то я плохо понял. Мозг, у человека вообще мозг без кислорода может находиться 5 минут. Да-да-да. Потом начинается кислородное боладание, и клетки мозга отмирают. Да-да-да. Вот и человек становится просто невменяемым. А у меня, я был без сознания, то есть уже синий труп был около 20 минут. Ну, то есть уже черный был. И начали откачивать меня, начали вверх ногами поднимать, и, я не знаю, с Божьей помощью, видимо, меня как-то вот вытащили оттуда. Вот. И, а так-то у меня руки ничего не работают, у меня же вот пути, а висят, и все. А лежал я глагон вообще бревном лежал, то есть у меня даже и вот не поднимались они даже руки. Вот, шея одна работала, и все. А вот Господь так дал вот и мышку дал мне. А хорошо, я еще серьезно спрошу. А вот около вас люди, которые бывают врачи, вы видели из них такие, которые действительно талантливые? Как сказать, в смысле, я от Бога таких не видел. Да, вот, которые даже сами они не могут, но они многое читали, знают и сказали бы, знаете, а вот в Англии вот с этой болезнью умеют как-то поправляться. Ну, бывает такое, сейчас в Израиле делают определенные операции, которых нигде не делают больше. Вот никто не встречался, не говорил такое? Нет, у меня в Израиле отправляли томограмму и снимки, и профессора, и в Германии, и в Москву, и от них профессора. А у меня спиной мозг, то есть в шее, 7 шейных позвонков сломаны, и спиной мозг 15 сантиметров раздавлен. Это все равно, что он, то есть, когда оторвать вот провод, и по нему не идет электричество, и все. Значит, восстановление не подлежит? Нет, никак. То есть, если мешаться можно, то сам Господь может мешаться, а человеку не под силом. Ну, я думаю, может быть, даже и не порвано, а раздавлено. Вот как, допустим, многожильный кабель, и проехала бы по твердому месту, и какая-то машина с железными, как гусеницами, и раздавила бы, и провода сомкнула. Вот раздавлен, и в некоторых местах даже порван. Прям вот попаха порваны. Дело в том, что мне операцию делали. У меня три грыжи, я всю жизнь на стройке проработал, позвоночная-то. Ну, и когда, все, это уже я на операционном-то без сознания лежал, а потом мне говорят, у вас необычное устройство, там два отверстия в позвонке-то, а у вас одно. И у меня настолько они скучные эти, ну, в одном месте-то. И они, когда я уже в себя приходить стал, тут профессор этот пришел, Довженко, тогда он еще кандидат был, врач, и ногу мне щипят, чувствуют или нет. У них уверенности никакой не было, что я буду не хлюпать ногами или лежать. Но у меня даже незаметно я хожу, незаметно. Я вот стучу, она как колотушка, нога-то. Но она у меня живая. Я хожу совершенно неприметно. Но меня, конечно, берегли. Все больше 10 килограмм или 3 килограмм поднимать нельзя. И вот уже лет 10 я совершенно нормально хожу. У меня еще две грыжи. Она раздавлена там. По 8 месяцев я сижу за вами за 8 лет. Я начинал вас слушать еще. Как вы еще записывались на эти пленки. Были это у этого самого. Ездили вы к отцу. Как же его? Мы убили которого. Это вы про кого говорите? Ну, вы записывались еще в 80-е годы. Да. Записывались. У меня не было. Я вот уже тогда... Вы в интернете выставлены на моем сайте. Вот. А я тогда еще находил... У вас еще и сайтов не было. Я уже тогда вас знал и слушал. Тогда вы еще с меня общались. Так у меня сколько сообщают люди, которые через эти пленки обратились. Сейчас в православии трудятся. Так я с чего вам говорю. Я слушал, я заслушивался. Понимаете? Мой голос признали? Ну, а так же. Молодец. Это один мне звонит. На пленке ничего не сохранилось. Надписи-то. Ну, я не знал. Ну, долго узнавал. Ну, и не мог никак узнать. Это Кемертау. Кемеровская область. Ну, а потом попала одна из книг. И он по мысли-то понял, что похожая. И там мой телефон. Телефон-то там. И он позвонил. Ну, и сразу меня по голосу-то признал. А можно приехать? Я говорю, а зачем? У тебя книги есть? Ну, мы не вербуем и не тащим никого. Я говорю, сиди, пока занимайся, а дальше видно будет. Проходит какое-то время. Он взрослый человек, нормальный. Ну, он снова, ну, вижу, серьезно. Потом он приехал, принял крещение. И сейчас один из самых близких людей, которые там трудятся. Это Господь так делает. Это невозможно по-человечески. Чтобы слово заочно так действовало. Мне один сообщает, я из Португалии. Вообще. Ушел к баптистам, говорит. Кажется, дьяконом был. Ну, попала одна из книг. Я, говорит, сразу оттуда ушел. Вообще, она получила такое же известие. У меня, говорит, такая была смута. Я совершенно, говорит, уже ушел. Где-то баптисты или пейсятники. Ну, попала ваша книга, говорит. А у меня их 38 книг вышло. Я, говорит, сразу вернулся. Но там никого, видимо, не было. Он вернулся у старобрядцев, у которых есть священство. Это настоящая церковь в Новосибирске. Ну, уже мы неделю, наверное, знакомо, там, перекидываемся. Я, глядя на вас, Инать Тихич, я во многом, как говорится, благодарен тоже режу. И мясо бросил уже 5 лет. И вот себя стараюсь в строгости, в такой вот во многом ограничиваю себя. Ну, вот, ну, как стараюсь тоже вот такой. Порту-то зачем ты бреешь, Сережа? Ну, никак бы не надо тебе. Нельзя. У меня болезнь такая, что у меня от мочевого идёт. В общем, если я начинаю неделю-небрю, у меня там начинаются отложения какие-то сольные, и у меня это всё раздражение по лицу идёт. Это пройдёт. Это с верой всё пройдёт. Не будет этого. Не трожь бороду. Это образ Божий, дорогой. Не надо. Пробуй, ничего не получается. Нет, ты не пробуй. Ты скажи, что ты находишься там, где нет ни одной бритвы, ни одного ножа, и всё, и всё, сдохла собака. И ещё больше нету. Я собакой называю вожделения плотские. Это только разговор. Просто не надо. Почему? Потому что так нас Бог сотворил. Всё это женоподобное лицо, скоблите, протопопа вакуум даже не благословлял таких. Я вот с бородой был. На военном билете я с бородой. А я должности старшины был. Ну, где бы я ни был. Я всегда хожу в сапогах. Кирзовых вызвали в Америку. Я там по всей Америке прошлёпал этих сапогах. С рюкзаком за спиной. Да, главное, мне интересно. Стоим мы, кажется, в Шереметьево. Аэродром, так сказать, аэропорт. Ну, а рядом стоит такого грузного вида архиерей. Архиепископ, он потом митрополитом стал, Валентин Русанцев. Подходят там шведы, другие. А можно с вами сфотографироваться? А можно вас сфотографировать? Не на него, а на меня. То есть, а почему? Да тот настоящий тип русского человека. Я понятия не имею. Да фотографируйте. Японца там хватается сфотографироваться. А он стоит и... Он украшенный. А он никому не нужен. Почему? Да это все обыденное. Это все дожество. А это просто разговариваешь с ним, и человек это видит. Ты будь с бородой. Так меня Бог сотворил. Я как-то из вагона вылез, проводнист и говорит, а что ты бороду-то отпустил? Ну, как декабра, соброс себя. Как же надо себя допускать? Я говорю, я знаю, что бритье, это называется блудодейная ересь. Я говорю, а ты почему без бороды? Как? Ну, я женщина. Я говорю, я мужчина. У мужчины до 16-18 лет не растет борода. Это естественно, потому что он еще не получил слова мужа, мужественности. А когда борода, я говорю, посмотрите, давайте по порядку, внимательно смотрите. Фридрих Энгельс, у него где рот даже не видать, ямочка чуть-чуть, бородово. За ним идет Карл Маркс, борода хорошая, аккуратная, но борода круглая, ну, поменьше, намного меньше. Ну, как говорят, вожди атеизма, дальше идет Ленин. Бородка клинышком, подбритая там все. За ним идет следом Сталин, одни усы. За ним следом идет Хрущев. У него уже ни на лице, ни на голове ничего нету. Видите, и все так по порядку идет. И да. Вот мы знаем житие святых, Евстратий, Иоанн. Когда они попали к католикам, их узнали только по бороде. И далее их казнили. Притом мы знаем у Харлампи, когда его за бороду начали таскать, сжечь, то у него из бороды вылетел огонь и 75 воинов сжег насмерть. А у Давыда, вы знаете, когда над слугами-то насмеялись-то, полбороды отрезали. Он их не запустил, они не виноваты совершенно были. И, ну, насмеялись над ними. Он сказал, живите не где-то, а в городе Ерехоне, город проклятие. Вас никто не должен видеть, вы заражаете землю, пока не отрастут бороды. Я думаю, каждый день мерили они. Дома-то жены, дети. Я вот вернулся, когда из тюрьмы, из лагеря, то бороду, у меня же там-то брили ее, я же не мог ее никак сохранить-то. Но до лагеря я сохранил бороду. Там собрались начальники, постели простынь. Я сижу, плачу, а меня бреют. Бороду собрали, она у меня в платочке, у меня две бороды сейчас. Одна в платочке, другая на лице. Очищенец меня брил и говорит, а меня Аллах не накажет, что я тебе так это делаю, это плохо-то. Я говорю, ну ты что, подневольный, заключенный. Я вернулся, когда, то ко мне на дом приезжали священники. Я в храм не ходил, пока не отросла борода. Я скверненный, я не имею права ходить. Надо очень серьезно подойти. А мы идем в небесный Иерусалим. Земной Иерусалим Давид не запустил, но мы-то идем в небесный. Все апостолы с бородами, все пророки с бородами, Христос с бородой. А я тем более православный. Я прошел по храму, ни одной иконы нигде не встретил бородатые. Ну, безбородые двое только. Это Пантелимон и Евангелесиан. Им там лет по 16 было. И молодые, да. Ну, конечно. Я, Сережа, тебя убеждаю. Действительно так, ты попробуй. И никогда не трогай дальше. Не будет этой болезни. Болезнь, ты ее раздражаешь. От того, что борода, болезни никогда не бывает. Это обман. Когда ты ненатурально, вопреки природе, скобришь, вот тогда, зараза. Слушайте, у меня по всему телу идет, понимаете. У меня по всему телу абсолютно. Мне даже ноги блеют, потому что вот так вот. А потом оно все лопается и открывается. Все, тема закрыта. Не принято. Да. Я сказал, теперь я уже не виновен. Я даже, боясь тебя потерять, все равно сказал правду. Я всегда должен говорить правду. Я проповедник. Хорошо, вы думаете. Я об этом знал сегодня в первую очередь. Только вот так. А это я сказал по любви, Сережа, потому что ты мне не безразличен. Мы о тебе молимся, произносим твое святое имя. Я принимаю по любви. Да. У меня брат мой родной. Он протоиерей, 35 лет. Он был для этого благощиной края нашего. Мы принадлежим даже сегодня после этого объединения к русской православной белой мигрантской церкви, к которой сейчас вот объединение-то пришло. Поэтому служат все вместе, и к нам они все приезжают, архиерея у нас. Но под него мы, чтобы вот над нами он был, мы не идем. Мы как бы самостоятельно все еще за зарубежной церковью числимся, хотя уже все документы закрыты. То есть уже они не действительно, да? Они не могут ничего сделать. Они иначе нас уничтожат сразу. Я начальник детского лагеря, основатель, 41 год. А это они сразу закроют. Деревню православную строим. Это все они. Вот это наше благовестие, книги. Они уничтожат все. А так он ничего не может сделать. Он сразу отлучит, от церкви. А так мы встречаемся в епархии со священниками. Это все в интернете, в mail.ru у меня выставлено. Там посмотрели, где встреча со священниками, папка. Как мы там. Они мне дали там говорить. Я сейчас 10 минут говорил в епархии. И в конце секретарь епархиальный сказал, Я под каждым словом, Игнатия Тихоновича подписаться могу. Я что еще скажу. Вот по поводу вас тоже собираемся с людьми, да? Он тоже. Я говорю, ну человек, ну вот смотри, ну давай вот с любой стороны возьмем и рассмотрим. Ну не подкопаешься ты. Ну не с какой стороны не подкопаешься. Нет, вот он, вот он себе любимый такой, себя прославляет. Я говорю, да просто себя, он Господом себе прославляет. Я знаю, от чего все это говорят. Вот допустим, они пришли куда-то. Ну я знаю, как допустим, баптист или кто-то. Ну пришел, здравствуйте, здравствуйте. Дальше что? Он может сказать, только я верующий, подарить Евангелие. У меня другая миссия, которой ни у кого еще и не было. Не было. От создания мира этого никто не делал. Они-то, которые судят, они не понимают. Я приезжаю в город незваный, нежданный. И мне надо вызвать полное, абсолютное доверие ко мне и к книгам, которые я оставляю в библиотеке Ленина, парламентской библиотеке, в Москве, исторической библиотеке. Мне о чем говорить-то? Я должен вызвать незнакомый человек с улицы. Ввалился, и я должен переломить обстановку. Я в течение 20 минут полностью меняю климат. Они ничего не понимают, люди, которые говорят, о чем я буду говорить-то? Но когда вижу, что они уже склоняются, теперь я говорю о содержании книг, о Боге, трехтопник Евангелия толковая. Я должен попутно сказать, что такое секты. Я должен сказать о том, как относиться к власти, к семье. И это все, про все полчаса. А когда мы идем от дома в дом заходим, от дома в дом. Все село проществуем. В каждый дом дарим Евангелие. На все, про все, на один дом две минуты. И со священством тоже общаюсь. У меня есть и священник, он приходит ко мне, да? И многие вот все-таки, многие за правду стоят, но боятся открыто говорить ее. Боятся вот... Вы в каком городе-то находитесь? Я в Воронеже. В Воронеже? Да. В Воронеже. Мы же нынче там были. Я слышал слово. Мы полностью прошли Ставрополье, Ставропольский край. Каждый район. В моей книге там 38 книг. Мы едем с великой миссией, с самой долгосрочной программой. Полностью прошли Ростовскую область, Краснодарский край. Захватили Воронеж. Но только не полностью. Это у нас на следующий, может, год будет. Нам нужно найти сейчас Ставку в пределах где-то за Москвой, между Москвой и Украиной. Вот в этом промежутке, если по прямой брать. Мы же думаем, если нынче Господь благословит, и все будет так, как есть. Нам нужно там найти место, Ставку. Вот мы забросили нынче 4 тонны книг туда, в Ростовскую область, в город Шахты. А оттуда теперь каждую неделю мы возвращаемся, загружаемся, 20-25 экземпляров берем с собой. Каждый экземпляр, это 38 книг, 31 килограмм. А у нас же грузопассажирская газель. И мы думаем, нынче сразу, как только загрузимся, то до туда доедем. Если не нынче, а вот 14-й год-то. И сразу уходим через Украину, в Румынию, Болгарию и уйдем в Грецию. А там дальше уже переплываем, может быть, или вокруг обойдем, через Хорватию, Италию, Францию, и так до Португалии. Если, конечно, все будет благополучно. Нынче у нас программа была исключительно плотно, все везде сжато. Мы почти в полтора раза раньше вернулись домой. 56 дней были. Это 15 государств. И мы везде приезжаем. Нас никто не ждал, нас не знают. Я должен вызвать доверие. Ну и вот теперь реши, что кто-то там что-то судит, и скажи, ну теперь ты имеешь такую миссию, тебе поручили, что ты будешь делать? Что ты будешь говорить? Видите как? Просто прийти ему дать Евангелие в руки, Евангелие он у них с Библией там, пакетами выбрасывает на свалку. Да, да. А я пришел, там в одной епархии были, там библиотека вернула книги епархиальные, они год пролежали там, и никто, ни один человек не взял. А мне епископ и говорит, ну вот это разве правильно, говорит. Вот мы дали, ну смотрите, а у них своя типография, ну такие как брошюрки, маленькие книжечки, мы даем. И они их вернули назад, никто не считает. А ваши книги? Считают. Бричанинов дали, вернули. Да что, вы выше Бричанинова-то другого? Я говорю, да я Бричанинов-то целиком беру, я о нем говорю, сейчас я скажу такое, 175 раз упоминаю в моих книгах, 175 раз. Сколько я от него беру? Только сейчас большой ответ я дал, вчера-то, или сегодня утром дал. Нет, вчера. Вопрос задавали о нем. Надо говорить, знать о чем, чтобы до человека это достигло. А человек, если ничего не знает, ну, он пришел и ушел. Он что, придет? Ни у кого такого товара и нету, чтобы... Одно дело, когда они говорят, другое дело, когда говорят, автор книг, автор. Это положение сразу меняет. Тем более в книгах, везде фотография моя, я даю интернетные данные. Тут они собирают людей. Тут такая беседа. Сейчас мы помаленьку все это выставлять будем. Игнатий Тихо, еще такой вопрос вот сказано, и будет проповедовать Евангелие всей Твари. Кто его будет проповедовать? Евангелие всей Твари. Я вот у вас никак не приложу. Я отвечаю на это. Седьмой и восьмой том открытым локом. Это у меня 30 томов открытым локом по 750 страниц. Я разбираю жития святых. Это 12 томов Дмитрий Ростовский. Разбираю во свете Библии. Не просто разбираю, а допустим, в житии Серафима Старовска 51 страница. Они у меня начиты на аудио на моем сайте. Он как раз у меня сейчас открытый. Наш сайт. Не форум, а сайт. А на сайт проще всего заходить. Если вы на форум заходите, то после какой темы, где я говорю, материал мой, то в конце моего выступления написано более подробно здесь, слово здесь в него ткни и ты уже на сайте. И когда на правой стороне вот сейчас я смотрю, здесь я отвечаю на 4124 вопроса. Они разбиты в 55 папок. Вот ты найди что-то, болезнь. Тебя интересует такая тема? Да, супер. Отдельно, здоровье. Вот у меня болезнь. Вот я сейчас ее ткну. Вот сейчас. Я уже не знаю, что там будет. Вот минутку, раз, два, три. Все, открылось. Открылось, и теперь я читаю. Вот первый вопрос. Вопрос 615-й, второй том. Человек тяжело заболел, а потом выздоровел. Не значит ли это, что болезнь была для прощения какого-либо греха? Вас интересует такое? Мне больше интересует вечная жизнь. И что меня интересует? Я же не то, что задал вопрос, а я конкретно задал вопрос. Вот я имею в виду конкретно вас. Вот вы проповедуете Евангелие в Сынбаре. Кто еще будет его проповедовать? Я вот вот что меня интересует. Я понял вопрос. Сначала здесь вот я закончу. Я перекидываюсь дальше. Вопрос 1493-й, пятый том. Где вы получаете медицинскую помощь? Ну я сейчас, это одни вопросы идут. Сейчас вопрос ткнул. Раз, два, три, четыре, пять, все, открылось. Открылось вот сколько секунд? Пять секунд и все. Вот. А, почему он у меня не тот? Подожди, я не в ту попал, что ли? Подожди, минуточку, я закрою его. Вопрос. Закрыть минутку. Ему, так она не там закрыла. Она захлопнула все. Значит, надо было обратный ход. Сейчас, минуточку, я восстановлю. Это мне буквально меньше минуты потребуется. Вот. Кто будет проповедовать, кто рожден свыше, тот и пойдет проповедовать. Я могу говорить о том, что пережил, а что не пережил, что зря языком молотить. Я работаю на корабле. 1962 год. В это время я поступил в высшее мореходное училище. В армии был в морфлоте. И здесь поступил, работаю на корабле, учусь. Ну, а как учусь-то? Я верующий, но Евангелие в руках не держал, я не знал, что есть Евангелие. Просто веру и все. И вдруг оказывается есть Слово Божие, которое говорит от имени Бога. А я в это время уже добился разрешения сдать три курса. Ты ушел от меня? Ну, нет, я слушаю. Три курса сдать по выбору комиссии на английском, немецком или французском все предметы. И оказывается ничего этого мне не надо. Мне надо знать Бога, а я его не знаю. И в это время я попадаю к людям, которые дают мне Евангелие. Это баптисты 50-ники тогда были. Я там дня не был. Евангелие там получил, больше ничего нет. Но в этот вечер я уже покаялся. И когда я вернулся на Лосманский катерок привозят на берег, когда корабль на рейде стоит, я только шагнул через панчборд, ну, это как бы стенка такая дырявая, в которой вода заливается, я первому матросу сразу сказал о Христе, живем неправильно, за нас Христос умер. И уже наутро весь караван кораблей знал, что я сошел с ума. с ума. просуньте так и лезь. А только перед этим получил такую характеристику для училища, что я очень активный, занимаюсь, флоту нужны такие работники, а тут сразу авторитетом не пользуюсь и сумасшедшие. В один день они изменили характеристику мне все, у меня все сохранилось и в книге это напечатано. Кто пойдет? Я пойду. вот это сделал Исаия, когда кого нам послать? Исаия выскочил, пошли меня Господи и все пошел. Я с нечистыми устами, он взял уголь, провел по устам, иди. Я никогда эти вопросы не ставил. Если будешь смотреть, пошел за мной, не оглядывайся назад, иди за Господом. Я знаю, это я. Вот этот Вучич, сейчас он меня на форум перенес сегодня, как он в мире ездит, выступает, без рук, без ног. Вот я понимаю, это подвиг. Где бы ты ни был, какой бы ты ни был, больной, разбитый, вот есть такой фильм, называется Иеремия, вам не показывали его? Я смотрел, да. О, когда его бьют, и он стоит, вот так, на четвереньках, кое-как голову поднимает и говорит, так говорит Господь. И опять, они его убивают буквально, так говорит Господь. Вот что нам нужно. Сегодня священники не пойдут. Я им говорю почему. В первую очередь, они трусливые и корыстолюбивые. Корысть и трудность, поразившая страну. И трижды ею больна церковь православная. Это говорит Левитин Краснов, шесть строков отмотавший. Это историк православный. Откуда взяться священство? Откуда оно возьмется? Или если оно обмельчает и обмельчает этот умозок? Правильно, правильно. 4124 вопроса и мне задают вопрос студенты. Я в разных университетах вел занятия, радиопрограммы вел, школах, милиции, воинских частях. И задают вопрос, и нередко. Ну ладно, вы это все знаете. Если бы вас избрали патриархом, что бы вы сделали? Я даже ожидал, что когда патриарха Кирилла избирали, и ко мне придет приглашение приехать поучаствовать в них. избрание мне дали знать оттуда, что ждите вызову. Ну, я еще не патриарх. Я сказал, если бы я был патриарх, то у меня программа определенная, она уже есть. А какая? Я эту программу написал патриарху. Я не просто говорю. Первое, самое первое, в первый же день, но со мной уже спорить нельзя, я патриарх. Прекратить строительство всех храмов и мечетей. заморозить и все средства, какие есть, бросить на издание Новых Заветов и раздавать бесплатно. Второе, открыть училище по подготовке проповедников миссионеров. Идите по всему миру. И я открою в один день тысячи училищ. Да вы что, да у нас столько учителей нет, у меня есть. Я уже заранее подготовил базу быть патриархом. Я смотрю на священников, я понимаю какие у них глаза. я иногда бросаю фразы, которые пережигают их. Когда они говорят о своих болячках, я говорю, а почему я никогда не болею? Я вообще не болею. Еще ни одной таблетки не съел, а мне 74 года. А еще ничего не болит. Да все болит. У меня руки вывершенные в КГБ были. Но это не болезнь. Это звуки голоса земля зовет. Вот первое, что бы я сделал, открыл училище. Я пошел к баптистам, у меня очень хорошая связь. И сказал, мне нужны братья-проповедники, такие, которые знают, что такое рождение свыше. Один вопрос. И второе, что такое быть Вадимом Духом Божьим. Жить в Духе Божьем, быть крещеным Духом Святым. Но вы, кто пойдет к нам, должны дать подписку, что никогда не будете трогать догматики православных. Ни об иконах, ни о мощах, ни о чем этом не говорите. Говорите об одном, о любви к Господу и о любви к Библии. Согласны? Да, согласны. Я уже проверил. Согласны все. Я тысячу человек набираю в один день. А училище откроем в любом доме. У меня кухня есть, там 10 квадратов и здесь. Я два училища уже открываю. Ну да, помещение кто отправил где-то в другую. А дальше, когда я все это сделаю, дальше я говорю, имя свое менять бы не стал. Я в честь Игнатия Ростовского Чудотворца назвался бы Игнатием в честь Игнатия Богоносца. Ну, как патриарх Алексей. Он в честь митрополита был, а потом взял Алексея, там, Божьего человека. Вот. И к вечеру меня бы уже убили православные киллеры. Поэтому надо заранее обдумать, где прятаться от них. Самая страшная мафия церковная. Это комсомольская правда уже писала. Я их знаю. Они ни перед чем не останавливаются. Был такой Флорентий, у него медведь воду возил так. Монахи его убили, четыре монаха. Убили, убили медведя. И он не выдержал, и взял и проклял их. И они все умерли. Он горько жалел об этом. Дальше мы знаем, как к Мартину относились они. Взяли яд, заложили в просворы. Но прилетел ворон и унес эту просвору в пустыню. Это страшные люди. И когда вот Андрей Кураев говорит, там в литературной газете была статья «Миссионер 21 века». Он проехал места бывших соборов вселенских. Одни развалины. Одни развалины. И он говорит, если мы не поняли, не выйдем на благовесие, идите ко всему миру. Через 50 лет будет московский халифат, не московский патриархат. Шесть столетий, а Магомед Мухаммад умер в 632 году, ни одного Кирилла Мефодия не послали туда, в пустыне, а брали налоги. И встретились уже на полях сражения. Это монахи загубили все. У меня есть своя наработка. Монашество принесло зло больше сотни раз, чем коммунисты, фашисты, массоны, все вместе взятые. Они самое ценное высасывали, самых крепких, самых верующих. И за стенами монастыря гробили, не давая потомства. У одного пахомия было 11 тысяч мужиков. Это 11 тысяч проповедников могло идти. Были селения, где находился монастырский образ жизни вели, монастырские кельи стали 50 тысяч. Да это уже городского типа село. И стали особые законы издавать. Ганский собор один, другой, третий. Государство начало трещать по швам. Если кто оставляет детей ради благочения, да будет подклятую, проклят. Если кто оставляет жену, да будет проклят. То есть четыре закона с проклятиями, собор православный против вот такого безумия. Господь не сказал бросай жену и не сказал бросай детей. Это легко было доказать. Он с нас что будет спрашивать? То, что заповедал. А заповедал идите по всему миру. Монастырь был Богом основан на 10 дней. Сидите, доколе не обречетесь силою, доколе не будете в Духе Святом. А кто Духа Христового не имеет, тот и не его. Программа есть, ее надо выполнять, а никто не идет. Ну, это каждый отвечает за себе, я иду. Вот у нас в воскресенье, в прошлом году было, как только служба закончилась, у нас тут идут занятия, пообедали и отправляются в город по квартирам везде. А там же свидетели Иегова называемые прошли, баптисты, адвентисты, православные кричат, да где вы были, почему вас не было, уже все растащили. Патриарх Кирилл проехал до Дальнего Востока и дал характеристику в кавычки состояние православной церкви тире духовной развалины. Я добавляю, не вы ли это сделали? Они за мной, как за зайцем по горам гоняются. Я десятка школ преподавал, они в газетах печатают, кто такой Игнатий Лапкин и лгали напропалую, что только могли, то и трепали языками-то. Ну, а Господь поставил все на место. Я предъявил, извините, но предъявите, что предъявите, что предъявите, я не понимаю, что они могут вам предъявить? Ничего они не могут предъявить, а что они могут предъявить-то? А в чем заключается погоня, я не понимаю? Что они, допустим так, мы наставим на том, что человек должен иметь полное погружение к крещению. Это апостольское правило 50-е. Об этом у меня материал, книга к истинному православию. Я привожу 136 свидетельств из жития святых, из трудов святых отцов, Кирилла Руставлимского, Блаженного Эпилакта. А они в ответ ни одного не могут привести место. Злобятся, ладошкой по голове, все крещен. Это выступает такой Димитрий Смирнов, может, слышали? Я слушаю его, да. Он говорит, я 20 лет крестил, обернулся, никого нет. Не надо крестить детей. Крестить только у тех, которые воцерковленные, говорят, которые ходят, причащаются родители. А сегодня ничего нет, лишь бы деньги гнали. Интересно, священник берет ребенка, ну, я покажу, у меня увлечительное стекло, вот, это как бы ребенок, он берет и говорит, крещение, это такое, такое таинство, в котором человек троекратно погружается в воду, а сам вот так его держит, вот это вот ножки ребенка, вот так над купелем и ладошкой, вот так вот ладошкой наголу погружается, а сам вот так ладошкой капли ему капают. Ну, что это? Ну, явно, что разбойник лютый. Ну, да, они с Сосиком Алексеевичем, он, видимо, от него подхватил вот это скрещение, то есть не бестили, чтобы младенцев и вот по поводу троекратного погружения, да, я лично согласен полностью. Но, так всегда было. Филипп сошел в воду вместе с Евнухом. Зачем бы это написано было? Зачем бы Иоанн Златоуст говорил троекратное погружение? Василий Великий, Кирилл Русалинский. В воде, скрываясь, мы умираем. Толкование. Выныривая из воды, мы воскресаем. А тут стоит на капельном полу, да ничего нету, обман. Сегодня даже венчают, то венцы наголото не надевают. Вы, может быть, видите, где на картинках или как, они вот так вот, венцы, сзади дружки идут, вот так вот держат. Вам видно? Да, люди-то не венчанные. Таинство-то, может, какое-то есть, а еще нету. Это обман. Обман, везде обман. Испачкет подкладку, испачкет. Как? Испачкет подкладку, боится. Да, 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 они так отвечают. У меня брат-то священник, но я спрашивал, и Аким, я говорю, отец Аким, вот 7 таинств, и все они уже испорчены, искажены. Какое больше всего портится? Безбожно портится, прям совсем. Ну, какое? Он не смог ответить. Я говорю, исповедь, покаяние. И дальше я ему должен показать. Вот есть у нас 7 вселенских соборов, у православных 9 поместных. и правила, там 17 святых отцов, их там меньше сегодня, которые дают правила. Этих правил 719, которые остались. А из них, я это специально провел такую большую работу, 413 правил нарушаются ежедневно, целенаправленно, умышленно в каждом храме. 57%, чтобы понять не было. Это моя наработка. Я сам переводил, симфонию на них составлял, направил, я канонист. Ну и что, попы глаза вытаращили? Ну, как так? Я говорю, да ты никто. Не все они вытаращивают, Ну, даже, мне кажется, в большинстве своем они просто, как говорится, боятся, вот, ну, высшего, как говорится, высшего начала боятся. А тогда они все родили из-за таинства, и из-за всего. Они знают же все прекрасно. Просто за место держатся. Ну, хорошо, пока места не было, за что он держался? Место держатся. А когда места не было еще? Когда еще не был рукоположен, то он должен с правилами ознакомиться? Ну, человек садится за руль. Прежде чем сесть за руль, он должен научиться водить машину, правила знать? Налево, направо? Нет, я к тому, что они знают правила, но, как говорится, боятся нарушить правила в лучшем начале. Ну, что они не знают, вот в чем дело-то. Вообще, книгу правил не издавали 70 лет. Я вот общаюсь со священниками, допустим, может быть, у меня такие священники, из которых я общаюсь, они вот, они вот, они троекратно погружают, и все, вот, и, как говорится, и венцы полагают на голову, и... Надо научить сначала, прежде чем погружать-то. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа. Научить. А я, как, патриарх дал указания нам, зачем вам патриарху давать указания? То, что Дух Святой дал в Библии, вам это не по мозгам? Вы ждали, когда патриарх скажет вам? Ну, и как вы учите? Ну, проводим беседы, катехизируем. Я говорю, и как? Ну, два раза по 20 минут. И сколько набралось? 40 минут. А у нас 500 академических часов. Разница есть? Нет, Икс, мне это положение, вот, о котором вы говорите, это больше в Москве относится. Вот у нас, допустим, в Баруниш, у нас ситуация немного другая, а священство немного другое у нас. Ну, как говорится, и с детьми многие не знают и таинство, и правила знают, и причастие, и исповедуют, и все, как бы, как по правилам, как говорится, и Слово несут Божие, ну, я знаю таких много священных. А как они несут-то, Сережа? Как они несут? Времени не хватает, они же бодрявые. Да не надо треба-то. Я говорю, знаете, на осла нужно посадить Христа. И дети, говорят, осел, ослицы, взяли-то, осленка-то. А кто-то нагрузил бы, там, ящики из-под пива бы загрузили, привели, господи, садись. Ну, куда садиться-то? Вы сбросите требу, то они никому не нужны. Вот когда в храме эти плясали, там, девки-то-то, вот, ну, и там на них, и там, и Чаплин, Севолод, там, все остальные, ну, им дали там по два года. Ну, меня тоже спрашивали, звонили, из монастырей даже звонят, и даже из-за границы. Ну, а что нужно делать? Я говорю, неужели вы сами не знаете? Нужно было собрать денег, купить амбарный замок, пуда на два, найти такой замок, и закрыть храм Христа Спасителя со всех сторон. И три месяца молиться возле храма днем и ночью, и чтоб патриарх был, и сердцем всего народа обратиться к страдальцам. А так все против вас, особенно Александр Невзоров выступает, он где, таких тысяч, и Бог еще оставит, вас будет громить и давить. Вам будет голову свернуть. Чьи при таком основании не положено, закрываешь вообще храм. Вот, если произошло убийство или вот такое вот осквернение произошло, положено закрыть храм. За три месяца Библия об этом говорит. Вот и все. А они не знают. Почему? А потому что там внизу сдается зал. И не просто зал сдается, а 450 тысяч. Заплати и гуляй, прыгай, скачи. И показывает, как они там отдыхают. В этом комплексе. Ничего этого не надо. И когда я вел занятия в университетах, тогда его начинали строить, спрашивали, надо ли помогать. Не надо. Строительство храмов везде прекратить. Это первое. Строить там, где есть община, где люди обращенные. Написано, ежедневно собирались по домам. Деяния апостолов. Деяния апостолов. Я тебе покажу, кто это у меня вот здесь вот. Ну-ка, видать нет. А у меня такой же вновяк вот держится. Так у меня не одна. Ой, она покорявалась. Они не отходят никуда. Ладно, сегодня у нас время тебе нужно отдыхать будет, и мы будем готовиться. Так, у вас время-то еще далеко до сна. А у нас уже 11-й час идет. Сейчас покажу вам. У меня тоже лежит и страж у меня он рыжий. Ага, вижу. Так, у вас на сколько разница? На 3 часа? Так, у нас сейчас 15 минут 8-го. Ну, значит так. Вот на сколько сегодня позвонили, на час раньше звоните. Давайте договоримся, на какой день будете выходить. Когда вам удобно? Один день? Игнать, я постоянно, как говорится, у монитора, я работаю и тоже с людьми общаюсь. Мне, как говорится, я всегда за, и была, было удобно. Так, назовите какой-то день, я сейчас помечу и буду узнать, что в этот день я это место не буду занимать. По-вашему, в 6 часов, по-вашему, выходить будете? Ну, да, в любой день в 6 часов я навечу. Ну, хорошо, понедельник для вас подходит? Да, подходит. Все, я вас записываю. в понедельник выходите на меня, я записал, Сергей. Мы уже будем знать. Значит, по-вашему, это 6, по-нашему, 9. добро. Ну, да, так, подожди-ка. Нет, надо, наверное, пораньше, в 9 мы уже отходим. Давай договоримся в 5. По-вашему, 5. 5, 6, 7, 8. А по-нашему, 8. Ладно? Добро, да. 8, потому что в 9 мы уже отключаемся, как правило, у нас уже молитва начинается. Вот. Это, значит, будет у нас 5. 5 вечера. Так, что-то срочное в вопросах у вас есть? Да, я обсудим, по-честному, говорится, вопрос в вашей голове есть, конечно. Мне бы, мне не хватает общения с адекватными, понимаете, людьми, а, как говорится, с вами бы я бы общался день и ночь, а, ну, думаю, созвонимся. Так, вы вопросы, если можете, свои, какие у вас будут, где-то помещайте их, чтобы они у вас были готовы. Да, добро. Да. Вы имеете в виду, чтобы мы опубликовали разговор наш, да? Да. Теперь, если у вас есть какие-то близкие люди, которые к вам расположены, вы им доверяете, там, священники, они могут присутствовать при этой беседе. Они, и вы получите тоже пользу. Добро. Если получится, устроим тогда. Да, это у нас никакого запрета нет. Вот я поговорил с Самирой, там, беседуя с батюшкой, мы нас записываем, все, и это люди прекрасно принимают, и искусственно это не составишь. Да, да. Ну что, отходим? Да, добро, иначе еще. Все, давай, Сережа, отключайся. Все, до свидания. До свидания, Господь. Ну, молодец он, правда? И дух у него такой, представь, лежать все время, ну, его никак нельзя забывать, молиться о нем, и, и главный, он первый, который был в интернете, только зашел, я говорю, понял вас, вы хотите умереть за Христа. Я говорю, вот этот трезвый разум, он раза два где-то в каких-то местах коснулся сегодня даже такое, прям чувствуется, что, ну, благословение у него. Я не знаю, что будет завтра, как попы его настроят, но, это Бог только знает. Ну, слава Христу. 11 часов, сейчас будем готовиться спать, я пока. Субтитры сделал DimaTorzok